Как подготовиться к встрече с тренером самому и как подготовить ребенка? Разобьем эту тему на две самостоятельных темы. Итак, первое. Как подготовиться родителю к встрече с тренером по фигурному катанию? Прежде всего, почитайте про выбранный вами вид спорта. История появления. Популярность его как в спорте и как хобби в различных странах. Возраст, к которым приходят дети в наш вид спорта. Соревновательный возраст. Требования, предъявляемые к детям в фигурном катании. Кому и почему нельзя заниматься фигурным катанием? Уважаемые взрослые, нельзя ориентироваться только на «хочу» или «не хочу» своего ребенка. Крайне редко, когда детям не нравится фигурное катание, особенно девочкам. Но практически всегда труд и требования охлаждают это желание. Здесь все будет зависеть от вашей позиции, профессионализма тренера и особенностей вашего ребенка. Немаловажную роль играет и тот факт, занимался или занимается кто-нибудь в вашей семье профессиональным спортом. Тогда у ребенка, как и у всех членов семьи, есть четкое представление о спортивной дисциплине, питании, о радостях и трудностях в спортивной жизни. Если такого примера перед глазами нет, а желание видеть своего ребенка на пьедестале велико, то всему можно научиться. Итак, подведем итоги. Вид спорта выбран. Цели для нового спортсмена намечены. Ликбез под выбранному виду спорта пройден. Мониторим рынок. Кто и как из тренеров представлен на рынке? Звоним и разговариваем. Не надо бояться попробоваться у нескольких специалистов. Надо откровенно говорить тренером, чего бы вы хотели для своего ребенка и чем готовы сами пожертвовать. Как вариант. Лишний раз не пойти в гости. Ложиться спать в 22.00. Вместе с спортсменом. Отказаться от тортиков. Если вы очень хотите, чтобы ваш ребенок занимался фигурным катанием, вы обязательно подберете тренера, с которым прежде всего вам будет легко и понятно общаться. И ваш ребенок будет с интересом бежать на тренировки и радовать вас своими успехами. Субтитры создавал DimaTorzok